Вань, поздравлю тебя с дебютом и забил гол. Какие ощущения, какие эмоции? К сожалению, конечно, победить не получилось. Ощущения положительные, конечно. Я давно не забивал голов. Сегодня получилось и рад. Да, правильно говорить. Жаль, что не получилось победить, потому что по игре я считаю, что мы владели большим преимуществом. У нас было гораздо больше моментов, чем у Арсенала, поэтому надо было даже мать. Но это первая игра после возобновления, поэтому, думаю, по ходу будем набирать фарм. То, что Арсенал сыграл до этого две игры, а Крылья не сыграли ни одной официального матча, это как-то сработало в плюс-минус или это безразличное? По-разному может сработать. С одной стороны, они уже влились, с другой стороны, у них уже два матча нагрузка была. Но чтобы тонус поймать, я считаю, что все равно, да, они были в более такой выигрышной ситуации сегодня. Ты вышел прямо буквально, когда нам забили второй мяч. Что как-то поменялось внутри тебя? Может быть, какой-то еще больший настрой получил? Импульс какой-то или что? Ну, какой может быть импульс? Конечно, ты уходишь, когда команда проигрывает. У тебя сразу понимание, что надо отыгрываться, потому что мы проигрываем счет не в нашу пользу, конечно. И вся команда поймала этот импульс, пошли вперед, хотели сравнять, хотели выиграть, поэтому бы, ну, чуть-чуть не дожали. Ты совсем недавно перешел в крылья, как-то уже влился в коллектив, уже все понимаешь, все знаешь. Ну, мне, слава богу, как бы легко, скажем так, получилось влиться, потому что ребята все плюс-минус моего возраста и играют в тот футбол, который я привык играть. Средний, короткий пас, забегание, стеночки, то есть, ну, проблем никаких не было, и ребята все дружно приняли, как бы, я очень благодарен за это. Впереди «Зенит», очень серьезный матч, но играем дома, это нам как-то должно помочь, как думаешь? Конечно, домашний стадион всегда помогает, тем более у крыльев. Я сегодня почувствовал, какая хорошая поддержка стадиона, прям гонит вперед, и это очень важно. Спасибо, Аня, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok